Говорят, смех продлевает жизнь. Поэтому миссис Скалозук велела чертовой дюжине пиратов доставить ей ребенка, который научил бы ее тому, чего драконы не умеют, смеяться. По ошибке пирата отправили мальчика в горноземье. Его усыновила миссис Штотом и назвала Джимом. Места в горноземье становилось все меньше. Я решил уплыть на бывшем паровозе Эмма. В последний момент Джим отправился со мной в путешествие. По роману Михаэля Энде Джим Баттон. Художники Тео Керп и Хэрриберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры Винсент Шалвон де Мерсе, Юбер Горьепи, Жаклин Торджман и другие. Продюсеры Бруно Бьянки и Леон Аркан. Режиссер Бруно Бьянки. Джим Баттон. Джим Баттон. Прекрасная пленница. Где это мы, Люк? Там же, где и были. Посреди океана на борту Эммы. Я думал, что в океане интересно. Увлекательно. О, не беда. Это был освежающий душ. А теперь ты заслужил завтрак. Горноземье окончательно скрылось из виду. Моя милая принцесса, такая же ловкая, как и ее почтенный отец. А ее смех напоминает утреннее пение жаборонка в небе. Я не твоя принцесса, премьер-министр. Я тебе не верю, Пип-по-по. Ты ведь лицемер. Я знаю, что ты мечтаешь сесть на трон вместо моего отца. А, клянусь, следуя древним традициям Мандалы, я предан нашему императору и мечтаю служить лишь ему одному. Вы чрезвычайно несправедливы ко мне, принцесса Лисит. В уме ее нельзя отказать. Дело принимает нехороший оборот. Надо найти способ избавиться от этой дерзкой принцессы. О, мудрейший из мудрых, кажется, я знаю, как сделать, чтобы малявка не путалась под ногами. Ну, Мэйвенти, начальник сражи. Что ж, на днях я подслушал разговор двух моряков. Речь шла о пиратах, которые называют себя чертовой дюжиной. Они похищают детей и продают их. Похищают детей, да? Блестящая идея, Мэйвенти. Но как сделать, чтобы пираты приплыли за Лиси? Это я устроил. Ваша задача – выманить ее подальше от дворца. Это легко. Я как раз собирался сопроводить принцессу Лиси в летнюю резиденцию. Действуй, Мэйвенти. Когда я стану императором, ты займешь пост премьер-министра. Спасибо, Ваша Светлость. Будь в каюте, Джим. Будь в каюте. Ну вот, наш парус. А, ты уже вернулся? Да, парус сорвала. О, нет. Так, Джим, надо избавиться от воды, а то Эмма пойдет ко дну. Мне плохо, Люк. Я хочу на воздух. Нет, Джим, это опасно. На самом деле тебе просто нужно что-нибудь съесть. Припасы. Они снаружи. Эй, Люк, вода прибывает. О, сейчас. Вот так. Стой! Держись, Джим, я сейчас. Припасы исчезли. Люк, что будем делать? Мы умрем без провизии. Но сначала надо выбраться из шторма. Моя дорогая принцесса, я вас повсюду ищу. Я вовсе не твоя принцесса. Ну да. Принцесса, вы нынче стали такой бледной. Вам следует бывать на воздухе. Ни к чему целыми днями просиживать в запертии. Отец не велел выходить из дворца, пока его нет. Вот оно что. Но я как раз пришел сообщить вам, что его корабль подходит к причалу в эту минуту. Корабль? Отец хотел вернуться через две недели. Это точно он? Конечно. Он просто хотел сделать вам сюрприз. Отец! 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 Четко сработано. А теперь пора уносить ноги. Поднять паруса. Эй, эй, доволеный на вас. Эй, 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 и ужас вас подвяз. Пустите меня вверх. Вы знаете, что я. Пустите. Пусть не ждать. Уманы на пути. Скажите, Юдар. Сюда, принцесса Лиси. Испарилась. Сквозь землю провалилась. О, о, на помощь. Нам везет. Мачта сломана. Ничего страшного. Подай мне кусок веревки. Спасибо. Да, мачта хорошо. Но без паруса. Это обыкновенная палка. И поэтому мы сделаем новый парус. Вот, Джим, проще простого. Вот чудеса. Молодец, Люк. Но что это за шум? Так часто булькают лягушки. Существуют морские лягушки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это мой желудок. Он совсем пуст. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Эй, что это? Смотри, конфетка обрадует морскую лягушку. Класс. Но голодать мы не будем. Я тут кое-что придумал. Удочка. Ура! Отличная идея. Дай мне. Ух ты, рыбы летают. Люк, смотри. Осторожно, прыгать опасно. Поймал. Держись, я тебя вытащу. Спасибо, ты спас мою жизнь. Удочка. Удочка. Не двигайся. Эй, Люк. Держи. А что это? Морские растения. Теперь мы забудем про голод и жажду. Лопай, Джим. Лопай, Джим. Так. Куда же нас занесло? Я там что-то вижу. Что? Что там, Люк? Вечно эту штуку не настроить. Дело не в подзорной трубе. Это туман. О, и верно. Надо бы немного замедлить ход, Эммы. Здесь могут быть рифы. А? Ничего подобного я еще не слышал. Это что, корабль-призрак? Упады на пути. Ох. Вот и все. Это просто ветер решил с нами пошутить. О, да. И впрямь стало тихо. Ветер пускает ядра? Это не ветер, а пиратский корабль. Держись. Люк, нет. Люк, спаси. Я утону. О, этот малыш, то, что нужна миссис Скалозук. Пустите. Люк, сюда. Люк. Ну, пусти меня. Люк. Пошла вон. Кто здесь? Не бойся меня. Но кто ты? Меня зовут Лисий. Я из Мантовы. Держите. Хватит с вас. Я Джим. Джим Баттон. Но что ты засуществовала? Какой глупый вопрос. Я девочка. У тебя очень странная одежда. Волосы такие длинные. Ты что? Никогда раньше не видел девчонок? В общем, никогда. В общем, никогда. Миссис Скалозук будет довольна. Вы слышите, как эти двое заливаются? Джим. Что же это со мной было? Джим? Джим. Джим, где ты? Ага. Длины? Три коротких. Это тринадцать. Пиратское судно. Джим у пиратов. Я должен его спасти. Заряжай огонь. Надо придумать, как убежать. Слушай, если мы избавимся от веревок, то сможем сделать из них большой канат. Привяжем его к якорю. Забросим якорь на палубу, соберемся туда, найдем спасательную шлюпку, спустим ее на воду и... Эй, Лиси, веревки крепко затянуты. И потом... Их можно перерезать. Лиси, у нас не получится. По-моему, ты хочешь остаться здесь. Ты собираешься мне помогать? Да, но... Я боюсь высоты и не умею плавать. Вдруг упаду. Ты лучше спасайся сама. Я без тебя не пойду. Джим! Эй, Джим! Люк, Лиси, это мой друг Люк. Он пришел за нами. Джим, как ты? Хе, Люк, это Лиси. Она чудесная. И знаешь что? Она девчонка. Да, я это вижу. Очень приятно. Мне тоже. Не будем терять время. Скоро рассвет. Я должен вас вытащить. Долго вам пришлось бы перерезать веревки. Ура! Спасибо! Вперед! Бежим с корабля, пока пираты не проснулись. Эмма нас ждет. Она внизу. Эмма? Кто она такая? Это наш локомотив. А вообще? Эмма? Держите их! Наши бедники убегают! Держи его! Держи его! Держи его! Спускайся вниз! Лиси! Отпусти ее! Эмма? 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 Джим, беги! Позови на помощь! Расвращайся за мной! Я тебя освобожу! Клянусь! Все получится! Огонь! Они нас потопят! Джим, ставь парус! Лиси, я вернусь! Мы проследим за пиратами и найдем момент, чтобы спасти лиси! Абонтон! Слушайте, Олухи! Слушайте, Олухи! Наше положение становится угрожающим! У нас совсем не осталось ядер! Как же мы будем топить встречные суденышки? Ничего страшного! Звезда поможет мне найти решение! Клянусь! Ура! Клянусь! 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 Ура! Как же мне с ними быть! Нельзя показывать свою слабость! Но я совершенно не представляю, где взять новые ядра! Где пиратский корабль? Я его не вижу! О, нет! Мы потеряли его из виду! Не отчаивайся, лиси! Я тебя найду! Обязательно! Поздравить хотим с днем рождения! Поздравить хотим с днем рождения! Поздравить хотим с днем рождения! Сегодня не мой день рождения! А ну-ка! Ваш подарок я приму в любом случае! Она хорошенькая! Надеюсь, что и веселая! Это я гарантирую! Мы все смеялись до коликов! Так-так! Я вас хвалю! Ой, так-так! Спасибо! Кому спасибо? Спасибо, миссис Келлоу! Наверное, после всех трудов вы проголодались! Отведайте моего угощения! Прошу вас, не надо о нас беспокоиться! Я хотел сказать, мы с радостью, миссис Келлоу! О, я сломал зуб! Я тоже потеряла почти все зубы, странно! Но согласитесь, что несмотря на этот недостаток, кушанье отменное! Вам нравится? Конечно! Неплохо бы было получить рецепт! Он простой! Горячая смола смешивается с пыльцой огненного цветка! Надо положить иглы дикобраза и добавить немного желчи для вкуса! А затем все тщательно перемешать! После этого вы заливаете смесь соком колокольчиков! Вот, собственно, и все! Будут ли еще какие-нибудь поручения, миссис Скалозуб? Конечно, будут! Вы должны доставлять сюда самых веселых детей! Научиться смеяться, для меня вопрос жизни! Мы как раз нашли одного маленького мальчишку, но только он убежал! Это неудивительно! За ним явились целых 50 солдат! Что? Вы его упустили! Не будет вам награды! И правда, мы не заслужили золота! Но я умоляю вас, милая миссис Скалозуб, дайте нам боеприпасы! То есть, ваши зеленые бомбы! В смысле, деликатес! Мои кексы? Точно, кексы! Они нам жутко понравились! Да, парни? Да! Вам правда по вкусу драконьи кексы? Мы их просто обожаем! Что ж, раз вы просите... Погрузить три ящика с кексами на корабль! Я не понял, зачем вы это сделали, капитан? Вам правда нравится эта гадость? Нет, конечно, дурья башка! Тогда зачем нам целых три ящика? Зачем? Все на палубу! Сейчас увидите! Надо признать, я гений! Ура! Ура, капитану! Не знаю, что со мной лег? Пустота внутри и дышишь неровно! Да? Как ты узнал? Мне знакома эта болезнь! О, что это? Ты влюбился! Это серьезно? Ну, поправишься, когда найдешь лисе! Но мир такой большой! Как же мы ее отыщем? Знаешь, Джим, смелость, упорство и любовь помогут преодолеть все преграды, которые есть в мире! Мы найдем ее! Ничего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok